Он выглядел таким одиноким в коробке. Он так смотрел на людей, хочется его взять, погладить. У нас уже есть кошка, но мама тоже обожает их. И если она захочет, тоже, может, возьмем. Эту выставку волонтеры готовили несколько месяцев. С местным проведением определились быстро. В этот раз помещение для акции предоставила администрация района. В здании бывшего дома офицеров расположились кошки, котята и маленькие щенки. На улице взрослые собаки. Всем им необходимы заботливые и любящие семьи. Для 13 бездомных животных мечта обрести хозяев. Прошедшее воскресенье стало реальностью. Первого питомца забрали уже в первые минуты открытия выставки. Почему решила взять именно эту собачку? Ну, потому что она мне понравилась, и она такая ласковая стала. И мы нашли друг друга. У нас и волосы темные, и глаза коричневые, и температура одного тела 39 у меня и у нее. Влад и Татьяна впервые увидели фото своего четвероногого друга в интернете. На выставку шли с твердой уверенностью взять именно эту собаку. Недавно у меня умерла собака. Во время операции у меня прям шок был, очень сильный. Она прожила со мной 4 года, и во время операции у нее не выдержало сердце, и она умерла. Мне как бы очень не хватало, мне очень нужен был друг. У меня была собака по характеру примерно такая же, такая скромная, небольшая. Я прям увидела и влюбилась в нее. Очень хорошая собака. А как вы делаете? Так и оставим. Меня зовут Фибия. Она привыкла к своему имени. Она уже достаточно большая, и поэтому не будем переименовывать. Волонтер Ирина привезла на выставку 4 щенков. Этих трехмесячных малышей женщина подобрала в Новоивановском. Взяла на передержку, и теперь они ищут новых хозяев. Помощью бездобным животным Ирина занимается около 3 лет. С начала весны ей удалось найти новый дом для 35 щенков. Мы отдаем их даром, но обязательно по договору ответственного содержания, с ненавязчивым отслеживанием судьбы. То есть судьбу каждого животного мы отслеживаем. Очень строго собеседуем потенциальных родителей, потому что судьба животного для нас очень важна. Нам очень важно пристроить в хорошие руки, чтобы не было возвратов. У нас есть определенные критерии подбора родителей. Чтобы была любовь, ответственность, понимание, что надо заботиться о питомце. Проверку проходит не только желающие обзавестись питомцем, но и сами четвероногие. Ведь дальнейшая судьба нового хозяина и животного во многом зависит от соблюдения правильного ухода и своевременной вакцинации, как сотрудниками приюта, так и будущими владельцами. Животные все должны быть привиты, обработаны по возрасту, обязательно иметь паспорта. Регистрируем мы не только животных, но и кураторов, волонтеров, которые привозят животных на выстку. Поэтому у нас записаны все паспортные данные всех участников, и четвероногих, и двуногих. Очень благодарна, что существует данная программа по пристройству животных в дома, в хорошие руки. Объясняю новым владельцам основные правила кормления, содержания. Основная задача наша – предупредить об опасности заражения бешенством, чтобы люди профилактировали, проводили обработку от эктоэндопаразитов и посещали ветеринарные клиники для вакцинации. Подобные выставки регулярно проходят в Одинцово. Но если вы решили обзавестись преданным другом, не обязательно дожидаться следующей. В Одинцовских приютах десятки кошек и собак ждут новых владельцев. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...